ну вот так в стиле карантина начинается мой третий день 22 марта доехал я до леса место выбрал так себе недалеко от дороги потому что не хотел ночевать в леса полосе захотелось именно в лес а до леса надо было проехать еще километров 78 пока доехал стало уже темно думал я не верил в эти сказки вот уже по улице иду в перчатках респираторе и маски всего лишь гастроном на углу утром было один градус тепла всего ну вот начинается новое приключение спички всегда ввожу в пакете и сегодня мы попробуем разжигать печку нашу старинным способом лесным это березовая кора березовая кора имеет очень много смолистых веществ прекрасно для розжига ну а теперь когда разгорелась уже можно и дровишки туда положить сегодня у нас будет гороховый суп чтобы гороховый суп лучше разваливался и быстрее использую соду питьевую я думаю столько будет достаточно всыпаем вот такая печечка бонда сколько нас уже выручала всюду дров минимум костричи после себя не оставляет прекрасная у нас поддувом здесь регулятор скорости движения пропеллера больше выключил и меньше две батарейки пальчиковых а это я закрываю на случай если вдруг прольется чтобы не залило моторчик супчик будет с бужанинкой со шкварочками так измочник пока фанта так продукт Солоне, так и добре, дуже добре, Тільки, як завжди, замало цього сало. Сало! 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 Все скончилось, разошлись, разошлись по домівках, Але ж я напевно знаю, кожен с думкою про файне, смачне сало. Сало! 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 Пенится, очень пенится суп, Поэтому приходится его снимать. Это, вероятно, сода дает такой эффект. Горох разваривается, но слишком пенится. Поэтому нужно регулировать. Зато разварится горох. Кроме дров, можно еще и шишки бросать в эту печку. Перчика. Посмотрим, что получилось. О, со шкварочками разварился горох. Приятного аппетита! Суп получился очень вкусный. И горох действительно разварился. Объедение. Со шкварочками. Решил сделать шумозащиту для своего GoPro. У меня вот здесь микрофончик спереди и микрофон есть сзади. Я нашел вот такой поролон. И сейчас попробую обшить корпус с микрофонами от ветра. Посмотрим результат. Такую дырочку прорезал. Получилась вот такая защита. Немножко кострубата. Смешная. Как вроде GoPro в шубе. Но главное, что вот здесь есть микрофон. И он закрыт поролоном. И сзади вот здесь тоже есть микрофон. Он закрыт поролоном. Как это будет по звуку, посмотрим. Но пока это вот так. Еду сейчас полевой дорогой. Здесь дует ветер. Вот я и проверяю, насколько действенна защита противоветровая. Цепо пильня, детка! Я разгадал великую тайну, откуда начал распространяться коронавирус. Где его гнездо? Где логово коронавируса? Все говорят в Китае. Обман. В действительности все происходит здесь, в Попильне. Вот коронавирус. Тайная информация. Именно отсюда стал распространяться коронавирус по всему миру. А еду в село, где родился и провел детские годы украинский писатель Максим Тадеевич Рыльский. Село называется Поволоч. Вот еду грунтовками. А туда ли я еду, вот еще вопрос. Ветер дует как раз в лицо. Насколько эта ветрозащита будет защищать меня? Вернее, защищать звук. В селе Поволоч улицы почему-то некоторое называется местечко. Почему? А оказывается. Під час перебування у полковому козацькому містечку Поволоч дати гетьманом України Богданом Хмельницьким приймалися історичні доленосні рішення для становления та утверждения української козацької держави та її народу. Потому улица называется местечко. Значит, это той стороне такое было местечко. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. И вот это красивое здание, это и есть здание музея, в котором рассказывается про историю села и про то, как здесь провел детские годы Максим Тадеевич Рыльский. Как сразу не заметишь, вот это вытесанный из камня, видно еще казацкий крест. Может быть 1800 какого-то года. А это старая могильная плита. На старопольском здесь написано. А вот здесь сказано, что эта плита, под этой плитой покоятся останки пана Рому Альда Рыльского, стольника Львовского. А из костела, где был похоронен Рыльский, немцы во время Второй мировой построили водонапорную башню в Попильне. Ну вот, хотя музей закрыт сегодня выходной, а может из-за карантина он был бы закрыт. Все равно столько интересных исторических данных мы узнали благодаря музею закрытому. Продолжаем бороться с бездорожьем. Такое впечатление, что по всей Житомирщине забыли положить асфальт. Или просто сюда не дошла цивилизация. Продолжаем бороться с землю сверху, слава мне! Одни щебеночные дороги. Только через село идет асфальт, только за село выезжаешь сразу щебенка. Если вы сейчас не слышите дуновения ветра, значит поролом помогает. Хотя на улице плюс 6 градусов, но снежинки сегодня пролетали. И вот еду полем и думаю снег лежит. Присмотрелся, а это удобрения. Вот они удобрения. И пока нет дождя по такой грунтовой дороге, черноземной, ехать очень хорошо. Лучше даже, чем по гравию. Эх, называется прокачу. Мне сейчас везет. Ветер в спину уже несколько километров. А весь этот зеленый лужок, это озимая пшеница. Вот это мне ехать по этой, этой, этой дороге. Такой вот бесконечной дороге грунтовой, прямо к нужной точке. Сразу два удовольствия. Это снег. И вот такая шоссейная дорога. О, собака это третье удовольствие. Это такие богом забытые села, в которых даже дорог толком-то и нет. Там на горе, ой, там на груди, ой, там все тело, пора голубей. Все, как мы любим. Вверх, по щебенке и ветер. И ветер со снегом прямо тебе в морду. Еду сейчас у село Верховню, где любви обильный Онора де Бальзак, извиняюсь за свой французский, жил со своей барышней Ганской. И занимались они там творчеством. В селе Верховня в Житомирской области есть чудесный парк, который охраняется государством. И усадьба. Усадьба, в которой жил определенное время и творил выдающийся француз Онора де Бальзак. И вот этим мостиком, как раз таким хлипким, мы пройдем к усадьбе, где он жил определенное время у своей благодетельницы и творил. Хоть бы не провалиться. И вот он, дворец. Вот здесь Бальзак творил свои бессмертные произведения. Надо к нему прикоснуться. Эти колонны видели Бальзака. Что там во дворце? Когда-то я сюда приезжал на автобусе. О, в этом зале мы ели бутерброды. Это бальный зал. Ах, красота какая! Я доехал, я доехал. Пару лет назад мы сюда приезжали автобусом из Киева. Нам показывали весь дворец, который отапливался теплым дымом, чтобы было тепло. Нас даже в подземелье пускали. Вот здесь есть подземелье. Чтобы с кухни служба могла еду носить тоннелем прямо в этот дворец. Было очень интересно. И мне приятно, что я сюда доехал второй раз. Второй раз. Ага, вот он, флигель кухня. Флигель очень интересный, красивый. И именно вот здесь подземные хода. Вот нас сюда запускали в этот подземный ход. А слуги еду подземным ходом несли прямо во дворец. А вот, собственно, и сам дворец. Это же, наверное, эти ели и посажены еще при Оноре де Бальзаке. Все закрыто. Все на замке. А вот в том флигеле люди живут до сих пор. Памятник. Был сначала Ленин, потом стал Ленин. И вот национальный камень Украины. Лабродорит. Мост возле дворца. Интересен тем, что он двуарочный. Какая-то есть печать, эмблема. Боже мой, столько лет, и оно не из-за ржавела. Очень красивый мост. Никак не мог вспомнить, как ее зовут. А ее зовут Эвелина Ганска. Она пережила его на 30 лет. Еду наружин, одел все, что можно. Шапку с козырьком, потому что заметает глаза. Ничего не видно. Но самое интересное, посмотрите. Вымерли все и вымерло все. А еще что интересно. Нигде ни одного обозначения. Вот зайди в рак в нашу страну, он не поймет, где находится. Люди, вы где? Все вымерли. Все в похотах. Вот кого не возьмет коронавирус, это село. Никто ни с кем не спелкуется. Не прикасаться, не дышать, не петь. Короче, лучше сразу помереть. Наконец-то я определился, где я нахожусь. Только благодаря вот этой Ягнятинской сельской раде, что там написано, что это рада. Ну, никого нет. Ну, спросить просто, нет у кого, где я нахожусь. Не прикасаться, не дышать, не петь. Короче, лучше сразу помереть. Только что произошла приемная несподеванка. В селе Ягнятин меня встретили двое мужиков, и один из которых Микола и Александр, и они меня запросили переночевать. Я сдав згоду в связи с такой погодой. Так, люди добрые. Я встретил по дороге хороших людей. Это кумы на Житомирщине. И они запропоновали мені зігрітися и сделать профилактику против коронавируса. У них вот тут есть антибьотики. Дивіться, наливаем в ведерце. Антивирус. Вот, антивирус, держите. Сколько вы сказали. Да, да, да. Дай вам бездорожен. И за здоровье украинцев, за хороших людей, которые встретились на дороге, за здоровье, и ехали этим тракторцем. За здоровье. Випиваю. Хлопці, за доволенню. Да, давайте. Будьте здоровьи. Хай наше... О, яке добре. И закуска. И закуска. Печенюшка. Еднаемося, бо ми, українці, не боїмося ні снігу, ні коронавірусу, ні хрена. Ні хрена. Ні хрена ми не боїмося. Будьмо людьми. Дай Богу здоровья всім. Коронавірус щепляється до тих, хто його боїться. А ми не боїмося. Без опадів. Буду чекати їх на зупинці. Таким приключенням закінчується моїй третій день путешествия. У Миколи і у Саши заглох мотоблок. Ми два часа толкали його на гору, потім з гори до перого дома. Нам, ребята, помогли його завести. І вот, наконец-то, я у Миколи ночую в хате.